Привет всем! Меня зовут Эдуард. Я психолог и кандидат антропологических наук. Эту степень я получил в Париже, во Франции. Но сейчас не об этом. Мы во время наших лекций будем затрагивать проблему любви и семейных отношений. То есть любовь и семья. Начнем мы с основ. С вопроса, как мы влюбляемся, почему мы влюбляемся, ну и что делать с этим дальше. То есть как организовать семейную жизнь, как быть счастливым в семейной жизни, какие качества обоих партнеров будут влиять, способствовать счастью или наоборот мешать. Почему иногда двое людей, которым вначале казалось, что они подходят друг к другу, вдруг потом обнаруживают, что их брак оказался неудачным. Их любовный союз оставляет желать лучшего, как скажут во Франции. И о всех этих вопросах поэтапно мы будем разбираться. Сейчас мы начнем с самого главного. Со влюбленности. Итак, как мы влюбляемся? На этот вопрос существует множество ответов. Философы. Разные религии, христианство, буддизм, например. Греческие философы, психологи, психоаналитики имеют ответы, которые несколько разнятся, но в то же самое время, которые сходятся. Они сходятся в одном. Мы ищем свою вторую половинку. Как говорили греки, если я не ошибаюсь, чтобы быть ангелом, чтобы взлететь на небо, у нас одно от рождения крыло. Вот мы должны иметь второе крыло, чтобы воспарить к небесам счастье. Вот как это происходит. Уже где-то в конце детства, может быть в подростковом возрасте, у девушки или у парня складывается какой-то идеал. Идеал в широком смысле этого слова. То есть это не обязательно какой-то конкретный человек, а скорее всего набор каких-то качеств. Мальчики там мечтают быть героями, мечтают там, я не знаю, прославиться, занять место в обществе. Девушки ищут, может быть там, другой идеал. Как быть хорошей возлюбленной, хорошей матерью, как уметь нравиться. Каждый парень и девушка начинают задавать себе вопросы по этому поводу. Но что стоит в качестве фундамента этой совокупности вопросов? Это качества, которые мы бы хотели иметь в нас самих, и по нашему мнению, которым нам не хватает. Нам не хватает этих качеств, и мы ищем эти качества в другом, в другом человеке. В психологии это называется проекция. То есть мы примерно представляем облик нашего возлюбленного или нашей возлюбленной. Примерно представляем его качество, даже неосознанно. Это происходит, может быть, на уровне подсознания. Мы на подсознательном уровне, скажем так, имеем этот образ прекрасной принцессы или прекрасного принца. В самом положительном смысле этого слова. И подсознательно мы начинаем как бы поиск в своем окружении. Может быть, даже в начале в кино, смотря разные фильмы, читая разные произведения великой литературы, Александра Дюма, например. И мы ищем этот образ. Сначала подростки находят этот образ в кино или в биографии великих деятелей, хотя, конечно, не обязательно, но, как правило, скажем так, в биографии великих деятелей, в литературе, особенно девушки. И этот процесс, этот неосознанный, вы понимаете, потом человек пытается, опять же неосознанно, повторюсь, найти этот образ в жизни. И у парней это в основном внешние данные. У девушек любовь гораздо более утонченная, что ли, и сложная. Plus complex, как скажут по-французски. L'amour est plus complex chez la femme, n'est-ce pas? Как скажут французы, опять же. То есть у девушек феномен любви более утонченный. Вот, ну, начнем с парней. Вот парень видит девушку, которая подсознательно, как ему кажется, соответствует его внутреннему представлению о физической, чаще всего физической, но и душевной красоте, ну, скажем так, идеальной возлюбленной. И он тянется к этой девушке, его влечет к этой девушке, и он, преодолевая масса запретов, может быть, некоторого незнания в вопросах любви, как часто бывает, начинает тянуться к этому светлому, прекрасному образу. И тут происходит интересный феномен. Парень проецирует искомые им качества на реального человека. Повторюсь, вот этот вот образ, который уже создался в его подсознании, проецируется на живого человека. И тут начинается страстная влюбленность. Парню кажется, что девушка является идеальным воплощением того объекта, того образа, который он ищет. Вот здесь срабатывает такой механизм подсознательный, что он ищет и он находит. Девушка, чувствуя в ответ, как бы, ну, образно говоря, пожелания, подсознательные потребности своего будущего партнера, вольно или невольно пытается под них подстроиться. Вообще-то, конечно, этот процесс взаимный, потому что, если девушка нашла, если любовь имеет ответную реакцию, «la mort partage», как скажут французы, девушка в парне тоже находит, что ли, идеальный образ, предпочитает видеть в партнере те черты, которые, так сказать, находятся у нее в подсознании. Она успешно проецирует эти черты на своего возлюбленного. И тот, как бы, ну, знаете, это как говорил Бордио, великий французский социолог, что мы отвечаем на проекцию, которую другой делает на нас. То есть, девушка проецирует этот идеальный образ на парня, и тот, даже не замечая этого, старается этому соответствовать. То есть, получается взаимная подстройка. У девушки есть идеал, у парня есть идеал. Эти два образа начинают, под носителями которых они являются, эти два человека, вот эти вот два образа начинают друг под друга подстраиваться. И возникает страсть. В мозге, в человеческом, происходит выброс эндорфинов, то есть, гормонов счастья. Каждый из партнеров чувствует опьянение, чувствует опьянение этой страстью. Друг без друга они жить не могут. Буквально один час уже считается, так сказать, как у Пушкина. День один – это целая вечность. Вот. И этот период называется страстной влюбленностью. Ну, во время этого периода, я не знаю, как говорится, все видится в розовых очках, мир прекрасен, все наполнено светом, цветы ярче, природа красивее. Там, я не знаю, купание в речке приятное, мы творим сумасбродные вещи, мы буквально опьянены этой страстью. И это прекрасно. И чем больше она длится, так сказать, тем лучше для обоих партнеров. Это страстный период влюбленности. Ну, дальше уже зависит от морали и нравственности того или иного человека. Иногда за этим следует физический контакт довольно быстро. Вот. Иногда люди предпочитают подождать. Но дело даже не в физическом контакте, вопреки распространенному мнению. Дело в самой страсти, в присутствии партнера, возможности прикоснуться к его руке, возможности поцеловать его в щеку, может быть, даже в губы, возможности поговорить, поделиться о жизненном опыте. Тут же возникает откровенность, хочется рассказать все, самые сокровенные тайны. И это очень полезно, потому что возникает впервые у подростков психологическая поддержка, взаимная психологическая поддержка, в которой они очень нуждались. Потому что, естественно, мир взрослых – это другое поколение, и уже взрослые не в состоянии понять изменившейся, скажем так, психосоциальной ситуации и в обществе, и внутри индивидуума. И это является периодом счастья, страстная любовь, которая может продолжиться официальным оформлением отношений, то есть раком, венчанием и так далее. И этот период страстной влюбленности, по мнению психологов, длится не более четырех лет. Максимум четыре года. Пик страстности где-то длится один-два года. Потом идет некоторый спад. Но пока мы пребываем в страстной влюбленности, мы очень-очень счастливы. Итак, подытожим, что было сказано. Вернее, даже подчеркнем главную составляющую страстной любви. Любовь – это проекция. Проекция внутреннего образа, может быть даже не существующего нигде, на реального человека. Но не будем бояться этого. Это все нормально. Вообще отношения, любые человеческие отношения без проекции невозможны. На любого человека мы что-то проецируем. На друга, на отца, на маму, на бабушку, на соседа. Мы что-то проецируем. То есть мы проецируем какой-то образ, который у нас в голове. Мы никогда не видим ни одного человека такой, какой он есть на самом деле. Даже сам человек, сам себя не знает полностью. Он не знает, какой он есть на самом деле. Он пытается соответствовать, так сказать, воспринятым им нормам. Нормам общественной морали, нормам общества, нормам окружения. Он играет социальную роль. Если хотите, играет земную роль. Он не знает, на что он способен до конца. Как и в отрицательном, как и в положительном смысле. То есть мы сами себя до конца не знаем. Мы сами являемся собственными же проекциями на самих себя. И любое отношение является проекцией. А в романтической любви проекция очень мощная. Мы проецируем самое светлое, самое прекрасное на другого человека. Это происходит бессознательно. Над этим мы почти не властны. Это одно из объяснений любви, как это объясняет психология. Вот. И наше первое выступление, мы на этом ограничимся. Вот. То есть на чем основана страстная любовь? На удавшейся взаимной проекции. Следующая наша лекция будет о том, как сохранить любовь. И как сделать, чтобы из страстного, ну может быть, желания, или, если сказать более возвышенно, из страстной любви перейти к любви. Может быть, вначале это вас удивит, то, что я сейчас говорю. Казалось бы, любовь уже есть, куда идти дальше. А дальше еще предстоит длинный путь. Путь к счастью. И об этом в следующих наших лекциях. Спасибо за внимание.